Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами я, Мила Тарасевич. Сегодня у нас в гостях общественник, депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа, руководитель и идейный вдохновитель клуба «Супер мамочки Одинцова» Оксана Артюхина. Оксана, здравствуйте! Здравствуйте, Мила! Оксана, поделитесь для начала своим секретом. Вот как вы все успеваете? Для тех, кто не знает, Оксана у нас является молодой мамочкой трех замечательных мальчиков. Расскажите, пожалуйста, как вам всегда удается быть в эпицентре всех происходящих событий в нашем округе? Популярный вопрос, как я все успеваю. И в последнее время я стала на нее отвечать, что на самом деле я не успеваю все. Практически ничего. Да, я практически ничего не успеваю. А на самом деле все от души и от сердца. Как-то так было заведено в семье. У меня достаточно активные родители. И я с детства впитывала эту активность, принимать активное участие в жизни своего города, в жизни своего дома, ну, естественно, в жизни своей семьи. И когда родился первый ребенок, конечно, мне захотелось продолжать эту традицию, принимать активное участие в каких-то традиционных мероприятиях, во встречах. И я начала это все делать со своим ребенком. Ну, и сейчас продолжаю делать уже с тремя. И с нашими всеми-всеми мамочками. Ну, насколько я знаю, клуб начал свою работу в 2014 году. То есть совсем недавно вы отметили пять лет. Пять лет все-таки это такой срок определенный, когда уже, наверное, можно подвести итоги. Что было проделано за эти пять лет? Каких целей вы добились? И что можете такого отметить, вот самого-самого значимого в вашей общественной деятельности? Действительно, для общественных организаций пять лет – это вообще такое знаковое событие. Потому что не каждая общественная организация может просуществовать такой долгий срок и продолжать дальше существовать. И я уверена, что мы будем существовать еще не один год. В первую очередь для меня очень важно, что удалось разрушить некий стереотип о жизни мамы в декрете. О том, что мама в декрете, она занимается только ребенком, она забывает о себе, она не может посещать никакие мероприятия. Это была вот самая главная идея нашего вообще клуба. И мне очень радостно, что у нас это получилось. Я вижу просто огромное количество мам и даже, можно сказать, семей, которые благодаря нашему клубу, кто-то нашел себя в новом каком-то занятии, кто-то стал заниматься какими-то творческими делами, кому-то организация помогла преодолеть трудную жизненную ситуацию, кто-то обрел друзей, оказавшись в новом городе, приехав сюда к мужу и родив ребенка. И, конечно, самое важное, что удалось объединить всех мам, кто проживает в наших округе, и даже выйти за пределы нашего округа. Мы объединили активных мам Московской области, Москвы и даже городов России. И, конечно, это очень приятно, когда ты такой мотиватор для других лидеров, для тех, кто создает такие же сообщества благодаря твоей идее, благодаря твоему объединению. Для меня ценно, что организации удается на сегодняшний момент. Супермамочки – это уже чуть больше, чем просто встречи мам. Мы помогаем детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, деткам-инвалидам. И это тоже очень важно. Мы об этом очень мало рассказываем, потому что я считаю, что это должно быть под грифом «секретно». Ты помогаешь, и не обязательно об этом всем говорить. Но мы это делаем, и у нас есть уже ежегодные мероприятия, которые мы проводим не один год. Ну, то есть я этим очень горжусь, если честно. И горжусь тем, что наши мамы объединяются. Благодаря этим мероприятиям мы тоже в них участвуем. То есть можно с уверенностью сказать, что всех активных мамочек в нашем округе ты знаешь лично. Да. Да. Ну, а если вспомнить, как все начиналось 5 лет назад, давай немножечко окунемся в прошлое. Насколько было тяжело, в принципе, создать эту организацию? Были ли у тебя помощники, союзники в этом деле? Или приходилось все делать изначально самой? Как это было? Организация без команды однозначно не могла бы существовать и не существует сейчас. Если 5 лет назад вспомнить, с чего просто все началось, я просто решила объединить мам. Не даже не объединить, а просто пригласить их на встречу. Потому что, когда я ходила со своим старшим сыном, с Марком, по площади центральной нашего города, я смотрела, что очень много мам ходит по одному. Я думаю, ну, странно как-то все ходят по одному, даже практически никто ни с кем не здоровается. Потом думаю, ну, как-то вот надо как-то встретиться, посидеть в кафе, познакомиться, пообщаться. И самое важное, чтобы тебя не осуждали со стороны люди, которые пришли без ребенка. Что твой ребенок заплакал, забрал у кого-то, не знаю, со стола салфетку. Что вот какая-то была такая единомышленница, которая все друг друга понимает, понимает то, о чем ты говоришь. И я просто взяла и начала в соцсетях, тогда это был только контакт, писать всем, у кого на аватарке были дети, или у кого в контакте было написано, что там мама, сына, там столько-то там лет или месяц. Ну, или статус, материнский статус. Да, 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 что-то такое. И, честно говоря, использовала один из наших порталов, у Денцовских, потому что там было какое-то объединение жителей. И вот приглашала всех мам. Меня блокировали, потому что в один день можно было писать определенное количество сообщений. Ну, и буквально на первой встрече одна из мам, Ольга Савина, она предложила мне писать статьи про нашу организацию. Ну, и как-то вот первый такой костячок получился. Несколько активных мам мы объединились и стали придумывать мероприятие. Ну, и все так закрутилось. Ну, вот в этом костяке кто был, давайте назовем этих девочек. Я думаю, что им будет приятно. Да, я всех помню. Это была Оля Савина, это была Кристина Асачи, это была Саша Солодовникова. Мы даже были в студии. И я помню, это было вообще очень феерично. С маленькими детьми, когда они ползали, мы принесли с собой игрушки и рассказывали про нашу организацию. И, конечно, девчонки, ну, мы продолжаем сейчас все общаться, но совет организации уже другой, потому что у многих подрастают дети, и когда они выходят из декрета на работу, они, естественно, начинают меньше участвовать в жизни организации. И сейчас, так скажем, штаб организации, это Алина Губина, Ксюша Хрепунова. Лариса Александровна, моя мама, она как такой наш идейный вдохновитель, наш дипломат нашей организации. Маша Почевалова, Юль Серебрякова, то есть это те мамы, кто сейчас в совете организации. Я знаю, что вы вместе с детьми занимаетесь спортом, проводите мастер-классы, какие-то лекции разнообразные. Расскажите, пожалуйста, какой охватываете именно о своей деятельности, охват деятельности, каков он? Что вы еще делаете? Ну, на самом деле, все мероприятия, которые проходят внутри организации, за ее пределами, они все действительно о том, чтобы мама могла комфортно прийти с ребенком любого возраста, даже если это месячный малыш, и чувствует себя на этом мероприятии комфортно. Нет какого-то такого перечня. Мы стараемся учитывать порой просто интересы мам, свои личные какие-то желания. Допустим, захотели провести тренинг по ораторскому искусству, ну, допустим, нашли тренера, собрались, провели. Больше, конечно, уделяем внимание спорту, потому что ни один тренажерный зал, ни одна фитнес-центр, танцевальная студия не готова встречать маму с детьми. Поэтому мы создали эту аудиторию и нашли тренеров. Это, кстати, было тоже очень тяжело 5 лет назад искать тренеров, которые согласятся вести занятия для мам с детьми. Все отказывались. И к нам первое время приезжали тренеры из Москвы. В Одинцово никто не хотел заниматься с мамами с детьми. Какие-то мастер-классы, да, там, хотим повязать, хотим порисовать, хотим научиться готовить вкусные блюда, там, выпекать тортики, ну, вот в таком, да, духе. И очень много стараемся уделять внимание психологическим аспектам, потому что ни для кого не секрет, что в декрете женщина порой оказывается в очень трудной ситуации, когда она одна наедине остается со своей проблемой. И сейчас, благодаря того, что в клубе есть уже профессиональные психологи, есть консультанты по грудному скармливанию, по материнству, то есть мама может найти решение практически на любую проблему. И существуют чаты, которые круглосуточно просто не молчат, куда мама может задать любой вопрос, и ей обязательно кто-то ответит, ее поддержит, это очень важно. Вот если уже продолжать тему про мероприятия, я знаю, что вы являетесь основателями проекта «Парад колясок» в нашем городе, который проводится уже в который раз, подскажите? В пятый в этом году будет. В пятый раз. На самом деле это очень большая работа, туда с каждым годом приезжают с разных уголков нашего округа большое количество участников, и всех организовать, и всех зарядить именно самой вот этой задумкой, чтобы люди творчески развивались. Но это все действительно очень сложно, но вам это удается. Вот расскажите, пожалуйста, про это в частности мероприятие, и какие еще масштабные мероприятия в нашем городе, округе вообще проводили, что помните? У нас есть два традиционных мероприятия. Первый – это наш парад «Колясок», который проходит всегда в начале июня, приурочен к Дню защиты детей. И наше зимнее мероприятие – это фестиваль «Город для мам», который всегда проходит 1 декабря. Действительно, парадокс этих мероприятий заключается в том, что их организовывают сами мамы. То есть это не профессиональные ивентеры, да, не организаторы мероприятий, это мамы, которые просто душой болеют для того, чтобы сделать какие-то события, доступные для мам с детьми. И с каждым годом на все мероприятия действительно все больше и больше участников. Если летние мероприятия проходят на открытом воздухе, можно вместить огромное количество желающих. Тем более на центральной площади, где простор такой. В этом году мы проводили даже парад двойняшек и тройняшек, потому что я сама стала, когда мамой двойняшек, думаю, надо же и этих теперь мам всех объединить, соединить. И это действительно очень здорово, когда ты видишь вот этих… Такие конструкции, да, можно сказать. И одинаково одетые их деток, целыми семьями приходят, участвуют. Это же все на самом деле для того, чтобы объединять семью, для того, чтобы семья в выходные проводила время вместе. Вместе с папой, вместе с мамой, вместе со всеми детьми. И еще когда присоединяются бабушки, дедушки, тети, дяди, кресла, это вообще здорово. И в этом году к нам приезжали даже с других городов, приезжали в гости к нашим мамам и тоже принимали участие в нашем аппарате колясок. Мероприятия будут однозначно продолжаться, потому что это яркие события для нашего округа. И самое важное, что это досуг для семьи. И не нужно ехать в Москву, ты остаешься в черте своего города. И на всех мероприятиях, естественно, это все доступно для мам с маленькими детьми в первую очередь, что не всегда бывает на всех мероприятиях. Наверняка эти успехи и многие другие, они поспособствовали тому, что в 2016 году ваш клуб получил статус Московской области общественной организации содействия развития родительских инициатив. Вот расскажите, пожалуйста, как удалось заполучить этот статус. Как это было? На самом деле не было в планах стать общественной организацией. И этому послужила встреча с главой нашего округа Андреем Робертовичем Ивановым. Он в тот год собирал всех ярких, так скажем, общественников, кто в социальных сетях ввел свои там сообщества. И я, как сейчас помню, эту встречу, она проходила в нашем парке о спортивной культуре и отдыхе. Мы последними представляли свой проект. Мы подарили главе толстовку, суперпапочка нашу клубную, только у нас супермамочки. Она у него в единственном экземпляре. Кстати, у нас просили вообще еще такие толстовки, но мы их так не сделали. Она так до сих пор осталась в единственном экземпляре. Уникальная вещь. И мы просто, как обычно, главе рассказали о нашем клубе, похвалились, хотели поделиться радостью о том, как наш клуб существует. И Андрей Робертович задал нам вопрос, ну а что-то вот, может быть, какие-то проблемы у вас существуют, может быть, вы хотите о чем-то меня попросить, спросить. И мы сказали, что нам очень хотелось бы, чтобы у нас появилось помещение, потому что мамам, конечно, хочется куда-то приходить, где, опять же, это помещение будет доступно для мам с детьми. Он сказал, что вам нужно стать организацией общественной, потому что, ну, естественно, это определенный статус, это уже не просто в ранге клуба по интересам или сообщества. И мы решились вот на регистрацию. Соответственно, будет и поддержка оказываться местной власти. Да, естественно, есть меры поддержки и на местном уровне, да, и на федеральном, и это все как бы возможно только, если ты находишься в статусе общественной организации. Ну, мы изучили законы, зарегистрировались, прошли, не с первого раза у нас получилось зарегистрироваться, потому что очень долго нам утверждали устав, то есть там определенные учредительные документы. Да, и сейчас мы вот в статусе московской областной, причем, общественной организации. Мы в прошлом году стали победителями в премии нашей Подмосковья в самой крупной номинации сообщества. Для нас это была такая долгожданная победа, потому что мы действительно как-то очень хотели и ждали эту победу, и наша мечта исполнилась, мечта всех мам. Мы подавали в прошлом году тоже на президентский грант, но, к сожалению, не набрали 6 баллов. Всего лишь 6 баллов не хватило. Да, всего лишь 6 баллов не хватило. Но на самом деле это очень хороший результат для первого раза, потому что действительно подавать на таком уровне свои проекты нужно определенно иметь навык, очень правильно писать заявки. Мы даже смеемся, когда читаем заявки премии губернатора, которые мы подавали первый раз. Это очень забавно было, как мы описывали свой проект, будучи такими не очень опытными, что ли, можно так сказать. Мы получали меры поддержки от нашего округа в виде субсидий, в виде гранта, благодаря которым мы проводили наши мероприятия, тоже фестиваль «Город для мам». И участвовали в конкурсе волонтерском, тоже на уровне России. Но, к сожалению, проект не был замечен, не был отмечен. Но это не повод расстраиваться. То есть, на самом деле, для общественных организаций действительно такие конкурсы, они являются определенной поддержкой. Благодаря победе в таких конкурсах ты можешь продолжать реализовывать свой проект. То есть это очень важная составляющая, я бы так сказала, для нас. Я сомневаюсь, конечно, что такие люди еще есть, но вдруг. Если есть люди, которые не вступили в ваш клуб, что нужно для этого сделать, чтобы стать членом клуба? На самом деле, присоединиться к мероприятию «Супермамочек» может абсолютно любая мама. То есть нет градации, что мы кого-то пустим, кого-то не пустим. То есть абсолютно неважно. У нас даже мы ждем тех, кто еще не стал мамами. У нас есть такая история, когда наш фотограф, которая еще не была мамой, присоединился, ну, стал фотографировать наше мероприятие, и как-то, в принципе, не задумывался о ребенке. Но сейчас она уже мама. И говорит, что очень важно оказаться в вашей такой атмосфере и понимать, что... Как говорится, повариться в этой каше. Да, и не страшно. Не страшно оказаться в декрете, не страшно быть беременной. То есть ты уже в кругу своих единомышленниц. И мне очень приятно получать радостные новости и узнавать о том, что наши мамы там... Кто-то сейчас ждет второго ребенка, кто-то третьего, и мамы не боятся становиться второй раз мамами, становиться многодетными мамами, зная, что есть такая организация. Но у нас есть именно члены организации, которые... Это чуть больше, чем просто... Просто мамы, которые посещают наши мероприятия. Это те, кто являются кураторами направлений супермамочек. Это те, кто имеют определенные привилегии. У нас есть клубные карты, которые... Направление это мамино сердце, мамин дом. Да, мамы-няни. У нас есть такое направление мамочки-мастерицы. То есть такой большой уже спектр. Мамин патруль, кстати, тот же самый. И у нас есть дисконтная карта, которая действует внутри нашего клуба и дает скидки и привилегии среди наших партнеров. Ну и плюс мы сотрудничаем с московскими очень многими театрами, центрами, там даже аквапарк у нас в партнерах. И у нас очень часто либо льготные билеты, либо вообще подарочные, я бы сказала так, билеты именно для активных членов организации. То есть те, кто хотят вступить в организацию, у нас один раз в год прием весной. Они заполняют анкету, они заполняют заявление. И мы на собрании всех членов принимаем этого человека к нам в организацию, к маму. Совсем скоро Новый год. А это значит, что наверняка супер-мамочки готовятся к каким-то супер-выступлениям, супер-мероприятиям. Какие планы? Ну, у нас есть ежегодная акция. Перед Новым годом мы собираем подарки для деток из замещающих семей. Это вот как раз акция, которая в этом году уже будет пятый год. Ну и, если честно, у нас есть корпоратив, который называется «Только для мам». И мы всегда в декабре. Это, как правило, либо 30 декабря, либо 29. Корпоратив тоже с детьми? Нет, нет, нет. Онли мамы. Отлично. Только для мам. Мама имеет право на отдых. Да. И в этом году, получается, так как у нас было пятилетие, это мероприятие мы праздновали в рамках нашего фестиваля города для мам, было принято решение, что на нашем корпоративе мы, конечно, как-то еще раз отметим наше пятилетие, но уже вот в формате нашего корпоратива. Мы все время у нас там некий капустник, некий отчет тоже о проделанной работе за год. Ну и просто возможность мамам отдохнуть. Мы так много рассказываем о самом клубе. Сколько же сейчас человек состоят в клубе «Супермамочки»? Ну, официальных членов организации 148 мам. А если брать охват, то я могу смело сказать, что это более 5000 человек, потому что в соцсетях и в Инстаграм, и ВКонтакте у нас реальные подписчики, реальные мамы, папы даже за нами присматривают, и бабушки, и дедушки. То есть такая цифра. Ну и в завершение нашей беседы хотелось бы узнать о планах на будущее. Какие планы, какие цели, задачи перед собой ставите? Если честно, Мил, когда была первая встреча «Супермамочек», и на сегодняшний момент так это и осталось, я не ставлю никаких целей и задач, потому что как подсказывает сердце, так и делаю. И на сегодняшний момент хочется, чтобы организация, естественно, продолжала так же развиваться, существовать в таком же формате, как она есть и сейчас, чтобы к ней присоединялись новые мамы, которым эта организация действительно нужна продолжать так же помогать, продолжать так же делать крупные мероприятия, которые уже являются традиционными. Я не думаю, что мы будем открывать новые направления, их достаточно. Я готова делиться своей энергией, мотивировать мам. И пусть, главное, у всех будет улыбка на лице, счастье и здоровы наши семьи, наши дети. Оксана, благодарю вас за интересную беседу, и также от себя лично хочу пожелать вам процветания и успехов в вашей деятельности. Спасибо. Ну а вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. 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 Спасибо.